Этот DVD-плеер выглядит стильно? Не спешите приглашать его к себе домой. Сначала познакомьтесь с его оборотной стороной, точнее с разъёмами, которые на ней расположены. Если DVD-плеер оснащён стандартными разъёмами RCA, вы не сможете посмотреть картинку высокой чёткости. Гораздо лучше, если DVD-плеер оснащён цифровым разъёмом HDMI, который даёт более высокое качество и чёткость картинки. Теперь всё внимание на зональность. Запомните, только приборы с маркировкой 5 смогут воспроизводить российские диски. Плееры с другими цифрами этого, увы, не гарантируют. Шаг следующий. Поинтересуйтесь у продавца так называемой разрядностью процессора приглянувшейся DVD-модели. Каждый DVD имеет процессор. И чем выше разрядность процессора, тем качество обработки сигнала лучше. Несколько слов о функциях. Весьма сомнительная опция – поддержка 3D. Воспользоваться ей смогут только счастливые обладатели современных и недешёвых 3D-телевизоров. А вот USB-вход действительно может пригодиться. Он позволит смотреть фильмы не только из дисков, но и с флешкарт. Также советуем выбирать плеер, который возобновляет воспроизведение с прерванного места, даже после выключения. В этом случае вам не придётся повторно смотреть рекламу в начале фильма. И, наконец, бренды. Опытные маркетологи предупреждают – идеальных фирм не бывает. Есть удачные и неудачные модели. Поэтому наш вам совет – ориентируйтесь на возможности плеера, а не на известность его производителя. Редактор субтитров А.Семкин